Привет, друзья! Добрый день! Поставьте плюсики, как нас слышно и видно. Ждем вашу обратную связь и начинаем. Отлично! Итак, с вами сегодня Михаил Булавцев, старший менеджер проекта «Карьера онлайн» и Лилия Донского, лидер нашего проекта. И тема сегодняшнего нашего семинара, одна из самых актуальных, это «Как пригласить знакомых в бизнес?» Ребят, все подготовили заранее списки знакомых, мы просили вас это сделать. Напишите, пожалуйста, в чате, кто написал и сколько человек у вас уже записано. Вы знаете, людей можно брать из разных источников. Это давать объявления в средствах массовой информации или на бесплатных досках объявлений. По рекомендациям брендировать себя в соцсетях. И самый эффективный метод, который вообще стоит, как говорится, во главе всего, это список знакомых. То есть, приглашение знакомых в бизнес дает не просто самый быстрый поток людей, но это дает возможность пригласить качественных людей, бизнес-партнеров. Есть такая статистика. Если вы пригласите свою команду, то есть, зарегистрируете 10 человек из списка знакомых, то один из них станет директором. Так, друзья, невидимо, чтобы вы написали, кто из вас написал в списке знакомых. Так, Света Федорова. Еще кто? В комнате сейчас. У нас есть и новенькие прям люди. Так, есть, да, немножечко остальные. Вот смотрите, еще раз, да, статистика. Из 10 знакомых будет один директор, а из 100 человек, которых вы найдете, да, вот так вот в соцсетях, то есть, в интернете, из 100 будет один. Что выгоднее? Что быстрее? Да, что быстрее, как вы считаете? Проработать список знакомых, да, и быстро, да, найти из них 10. Конечно, не все будут. Естественно, ребят, кому-то будет некогда, кому-то неинтересно. Кто-то поймет, что здесь, да, ну, не так быстро, а некоторые люди не готовы работать на результат, да, им нужно здесь и сейчас, хотя бы, пусть мало, но быстро. А остальные люди, серьезные, классные, они придут в вашу команду. Что выгоднее, со знакомыми или с незнакомыми людьми? Как вы считаете? Ну, каждый выбирает уже самим по себе ту скорость, с которой он будет двигаться. Друзья, еще раз повторяю, три человека всего у нас написали в списке знакомых. Я написала? Я тоже написал. А остальные, кто в комнате находится? Вы молчать пришли или работать? Поехали дальше. Итак, с чего мы начинаем, ребят? Так как мы себя позиционируем в интернете и, да, работаем в интернете, то даже работая со списком знакомых, обязательно нужно начать с аккаунта. У вас уже есть странички. Даже если вы только-только сегодня пришли в нашу команду, у вас уже есть где-то странички. Где вы есть? Напишите в Facebook, аккаунт, ой, в этот, Одноклассники, Instagram, ВКонтакте, Мой мир. Нужно быть везде, во всех соцсетях, себя продвигать, везде регистрируйтесь, выкладывайте фотографии, добавляйте друзей, ищите. То есть у вас уже есть странички. Что нужно сделать? Сразу их привести в порядок, то есть оставить только хорошие фотографии, удалить всякое, вот, знаете, ненужное, то, что вас может компрометировать, какие-то фотки, где вы, может быть, там, ну, или одеты не очень, да, хорошо, или с сигаретой, или со стаканом вина, или с бутылкой пива. То есть это всё нужно почистить. Вы должны сейчас, как бы, показать миру, что вы меняетесь. Сегодня утром мы с вами на планёрке проработали данную тему хорошо, прямо на конкретных примерах, на конкретных страничках. Кто был сегодня на планёрке, те поучаствовали в данном, в данном, такой мини-семинаре, и теперь знают, как наполнять, и на что обратить внимание, поставить акцент. То есть на вашей страничке можно создать дневник успеха, чуть позже про него поговорим. И ваша страничка должна вызывать эмоции. Какие эмоции? Ну, во-первых, ваша страничка должна быть интересна, она должна вовлекать, она должна... Желание остаться. Да, она... Просматривая данную страничку, человек хочет смотреть ещё дальше и дальше, больше и больше ваших фотографий. То есть... И самое главное, ваша страничка должна вызывать у человека чувство, что вы уверенный человек, и с вами можно строить бизнес, что с вами можно достичь больших результатов. Угу. Ну и чувство симпатии однозначно. Поэтому на страничках нужно использовать вот то, что у вас уже есть. То есть если у вас уже есть семья, есть дети, то об этом надо говорить. Нужно показывать себя с самой лучшей стороны, что вы семьянин или любящая жена, любящая мама. То есть это надо показать. Если мужчины нас сейчас слушают, то значит, я любящий отец, да, я... То есть... Ну, всё в том же духе, только с мужской точки зрения. Под фотографиями, да, где вы пишете, то есть надо писать описание по максимуму, то есть где вы, что вы делаете, хэштеги использовать и обязательно призыв к действию. Например, приходи в нашу команду или заполни заявку прямо сейчас. У нас это будет чуть дальше в обучении, когда вы уже погружаетесь, то мы там разбираем, куда уместно писать ссылки, куда неуместно. Вы просто это обязательно посмотрите внимательно. Обязательно необходимо использовать хэштеги, геолокацию, если вы фотографируете с телефона, включайте всегда GPS. По данным хэштегам геолокации также можно найти ваши посты. Кто-то, например, будет искать по хэштегам путешествия или, как мы вернулись, Крым. И огромное количество людей будут реагировать еще на ваш пост. Один и тот же пост с хэштегами и без хэштегов. Это совсем два... Две разные вещи. Ребят, про хэштеги все знаете? Поставьте плюсики или минусы. То есть, знаете или не знаете. Далее, запрет на темы. Ребята, политика, религия и нельзя хайть другие компании. Это запрещено. Никогда еще такого не было, чтобы за счет принижения кого-то человек поднимался. Не надо. Вы знаете, если компания есть, значит, она имеет место быть и кто-то ее любит. Так, хэштеги многие люди знают. Четыре человека, как знают. Остальные не признаются. Учитесь у коллег. Вы наверняка заметили, что мы в чатах скидываем ссылочки и пишем «прокачайте», «поставьте лайки», «напишите комменты», «переходите по ссылкам», «смотрите, что пишут коллеги». Учитесь у лидеров, как оформлять свои ленты и делать странички интересными. Да, особое внимание уделяйте страничкам лидеров не только из нашей команды, но и из других команд. Топ-лидеров бриллиантов и президентской команды. Посмотрите, как они оформляют свои страницы. Может быть, какие-то фотографии, какие-то тексты вы почерпнете для себя, используете в своих постах. Ну, заодно будете учиться у лидеров. Вот смотрите, это как не надо делать, какие фотографии не должны быть на аватарке. Потому что представьте, что аватарка – это... ну, как это... Человек зашел к вам на страничку, и первое, что он видит, это вашу фотографию на аватарке. И если она вот такая вот, непонятная, да, то вы в непонятной одежде, где-то меленько, далеко сидите, да, не поймешь, где вы. Или у вас спрятано лицо волосами, то есть, или вы в очках каких-то прикрыты. Ребята, все-таки фотография должна сразу располагать. То есть, вот так не делаем. Мы странички у всех проверяем, у новичков. И прежде, чем ее запустить в работу, сначала скидывайте в чат на проверку или в личку лидеру. Как можно делать, да, как нужно делать. Посмотрите, образец, я вот свою страничку поставила, и Олесе Бахматовой. То есть, или это профессиональная фотосессия, что очень приветствуется. То есть, мы уже своим лидерам, как бы в обязательном порядке говорим, что фотосессия необходима, что фотографии были классные, чтобы было видно, что это дорого, это солидно, да, это круто. Или эта фотография, вот как у Олеси, она тоже профессиональная, но на природе тоже вполне возможно. Да, самое главное, с ребенком, счастливая мама, да, приятно посмотреть. То есть, фотографий пусть будет меньше, но чтобы они были хорошие. Договорились? Поставьте пятерочки. Да, самое главное, хорошие. Можно, конечно, непрофессиональную, непрофессиональные фотографии выкладывать, но они должны быть хорошие. Не на телефон трясущимися руками размазанную фотографию где-нибудь в сумерках, а именно хорошие фотографии. Вот, если у вас нету своего фотоаппарата или телефона, найдите у кого-то из своих знакомых. У вас же есть круг знакомых, у которых, например, есть хороший телефон. Попросите, чтобы вас сфотографировали. Нарядитесь, сделайте макияж, причесочку. Выберите хороший интерьер. То есть, это можно зайти в любое место, в кафе в какое-нибудь, сесть в красивую обстановку. Просите сделать несколько кадров и перекинуть вам в контакт. То есть, это займет буквально несколько минут времени, но у вас уже будет классный инструмент для работы. Ребят, это важно. Ни в коем случае не оставляйте это на потом. Когда-нибудь сделаю. Далее, очень важно сделать дневник успеха. То есть, не в ленте, да, вот, зашлаковывать ленту всякими призывами, вот, типа, вот таких картинок, как вы видите, вот первую картинку. Сейчас отмечу. Да, вот я обратила внимание, некоторые, да, наши вот партнеры в свою ленту нашпиговывают все подряд. Мотивашки разные находят в интернете какие-то красивые картинки. Или призывы на работу, работа-работа, т-т-ты. То есть, нет ничего о человеке, а есть только вот все про работу или мотивашка, что надо бизнес строить. Подобные мотивационные всякие картинки, мемы, как их называют, уже переполнили интернет. Большинство людей, они уже раздражают. И никакое, ну, судя по таким картинкам, будет складываться впечатление у людей, что вы несерьезный человек, безответственный, что просто с вами... Нет, ну, не почему безответственный, но просто неинтересно. С таких страничек люди просто выходят, как пули вылетают, и все. То есть, это все в отдельном дневничке успеха. То есть, создаете вот альбомчик, называете дневник успеха, и туда добавляете вот такие фотографии. Их очень много. Мы тоже на сайте сейчас такой раздел готовим, где вы можете брать просто готовые фотографии для наполнения странички. Запрещаем также, не только мы, но вообще запрещено делать репосты с других страниц. Допустим, тоже было замечено, что люди, наши партнеры делают репосты лидеров из других команд. Или наши, например. Или наши, например, да. Вы тем самым рекламируете и брендируете наши или чужие странички, но ни в коем случае не свою. Если вы хотите поделиться той мыслью, той новостью, которую озвучил другой человек, то скопируйте эту мысль. Переделайте, что вы говорите от себя. Или, допустим, есть лидеры, например, с ограниченными способностями, например, больные ДЦП. И можно написать мне, что, как я говорю, сейчас только что на себя немного подредактировать, не вы, что больной ДЦП, и вам компания Reflame предоставляет такую потрясающую возможность исполнять свои мечты и так далее. Просто пишите, что благодаря компании Reflame тем возможностям, которые открываются перед нами, даже люди с ограниченными способностями имеют возможность развиваться. Дали фотографию там или выдержку из текста того человека и так далее. То есть никаких репостов. У вас обязательно должны быть блок и формы. Но это не значит, что их надо везде там пихать, куда ни попадя. Просто они у вас должны быть, если человек вас спросит, а что у вас за работа или знакомый вас спросит, а чем ты занимаешься. То есть вы можете ему тогда уже отправить блок, почитать, ознакомиться, где есть ваша персональная форма. И человек заполнит свои паспортные данные, свою контактную информацию о себе заполнит уже не в сообщении вам перешлет, а заполнит уже в регистрационной форме. Здесь уже более официально, более солидно будет это все выглядеть. И данные вам придут уже на электронку. Ребята, вот сейчас по этому блоку все понятно? Поставьте плюсики или минусы. Если есть вопросы, пишите. Сейчас мы перейдем к основной теме. Для чего мы сейчас говорили в первую очередь о личном бренде, о наполнении страничек и их раскрутке. Сейчас, как все знают, уже 21 век на дворе. И общение с друзьями, общение со знакомыми, просто с людьми уже активно у нас идет посредством интернета. С огромным количеством людей, благодаря интернету, мы сейчас можем восстановить связь. Это наши одноклассники, однокурсники, с кем в садик вместе ходили. То есть люди, с которыми мы уже больше 10 лет, возможно, даже и не виделись. Как с ними сейчас пообщаться? Благодаря вашей страничке, той информации, тем фотографиям, которые вы выкладываете, вы способствуете налаживанию контакта. То есть люди посмотрели, вы интересный человек. Расскажем потом. Хорошо. Итак, первый шаг – это написать список знакомых. То есть вы берете или на компьютере это делаете, или в тетрадке. Сейчас перебью Лилю, расскажу, как очень удобно написать список знакомых. Берете телефон, у многих сейчас смартфоны, берете телефон, у всех уже соцсети установлены, синхронизируете контактную книжку со всеми соцсетями, и у вас в вашей контактной книге появляются все номера телефонов, у кого имеются они во всех соцсетях. То есть все контакты у вас будут в одном месте в телефоне. Потом вы данную телефонную книгу синхронизируете со своим Google аккаунтом. А ты можешь этот ролик записать, потому что уже такие слова пошли страшные. Ребята, вы сейчас все понимаете, что говорит Миша? Ну, конечно, все понятно. Синхронизируете с Google аккаунтом контакты, и заходите уже через компьютер в контакты в Google, копируете просто оттуда, вставляете в удобную вам Excel-овскую или Word-овскую табличку, и дописываете информацию, откуда вы знаете конкретного человека. Табличку, пример таблички, Лиля чуть позже расскажет. И все, и вы сразу всех своих там, кто-то сейчас пишет, тысячу, ой, тысячу, 100 человек написал, кто-то 21 человек всего написал. А я вчера, совершив эти действия, набрал всех людей, у которых есть номера телефонов 400 с лишним человек. Вообще круто. Буквально за полчаса. Да, это отличная фишка. Миша, спасибо, что рассказал. Вот смотрите, ребята, правило при составлении списка знакомых, это не решать за людей. Многие зачастую так делают, то есть выбирают, так Машу я позову, Катю не буду, Кате, наверное, некогда, у нее там трое детей, когда я этим заниматься. То есть мы не имеем права решать за людей, и нам деньги платят не за то, что мы решаем, а нам платят за то, что мы информируем людей, а они выбирают, интересен им этот бизнес или нет, будут ли они тут работать или нет. То есть ваша задача, только, да, вот сейчас написать полный, развернутый список знакомых. То есть всех, кого вы где-то когда-то встречали, там, может быть, это была один раз встреча. Даже если вам человек откажет или скажет, я подумаю, самое главное, вы проинформировали человека. И в зависимости от того, какая ситуация жизненная у него в дальнейшем сложится, он уже будет знать, что, например, Лиля в Арифлейме, точно, она зарабатывает там и большие деньги, и на работу сейчас сложно устроиться. Позвоню-ка я Лиле, может быть, у нее еще осталось место, ее предложение в силе. Угу. То есть главное, да, себе заявить. Что-то хотела сказать, Миша, меня перебил. Про табличку. Нет, не про табличку. Сейчас еще хотела сказать. Ну вот, ну да, смотрите, пример таблички, как ее писать. То есть это первую часть вы оставьте для себя как контрольку. Просто это было очень смешно, когда я начинала писать список знакомых. Я сидела, выбирала. И мой спонсор, Валентин Туровский, он мне сказал, что ты делаешь? Я говорю, я людей выбираю, кого возьму в команду. А как ты можешь знать, кто пойдет, а кто нет? Ну я ему начала вот объяснять, что у этой там муж миллионер, у этой ребенок ей некогда, у этой то, у этого то. Он говорит, да ты что? Давай, он говорит, таким образом сделаем. Ты же не бог, я говорю, ну нет, конечно, давай ты не будешь решать за людей. Ты всех напишешь, но вот в тех, в ком ты уверена, что они не пойдут, ты будешь рисовать такой смайлик. То есть, видите, грустный такой, он точно не пойдет. В ком ты не уверена, то есть, ну так вот, сомневаешься, просто вот такую черточку, да, вот первый вариант. А люди, в ком ты прям вот уверена на 100%, ставь улыбку и начинай, приглашать сначала тех, кто вот, ты точно уверена, что они не пойдут или равнодушных. Мы, те же, говорит, их все равно не жалко, ты уже решила, что они у нас точно не пойдут. И мы, говорит, на них будем тренироваться. Ты будешь слушать презентацию, тренироваться, а потом уже на позитивных, на классных будешь проводить сама. Я говорю, окей. Ребята, вы знаете, как я была поражена, что те люди, в ком я была уверена, они отказались, да, под разными предлогами, а те, в ком я была уверена, что они не пойдут, они наоборот, были очень активны, задавали много вопросов, и большая часть из них принимали решение сотрудничать. Представляете? То есть, делайте тоже для себя такой эксперимент, это вас научит тому, что мы людей не знаем на самом деле, да, мы думаем, что мы знаем их, на самом деле мы понятия не имеем, что хотят люди. Вот, например, у меня подружка, которую я вот не хотела звать, да, я говорю, у неё муж очень богатый, зачем ей это надо? Вы знаете, она через буквально пару лет развелась с мужем, а я её звать не хотела. Другая девочка, которую я тоже не хотела звать, из-за того, что она одна, воспитывает ребёнка, ей некогда, она и работает, и бегает туда-сюда, она в результате зарегистрировалась, но сейчас она живёт в Америке, то есть у неё настолько оказались внутренние амбиции сильные, что она махнула жить в Америку, вышла там замуж и живёт счастливо, ещё двоих детей родила. Поэтому список знакомых пишем полный и ни за кого никогда не решаем. Договорились? Поставьте восклицательные знаки. Ещё один совет. Указывайте дату, когда вы пообщались с человеком. Вот в последнем столбце результат, вы указываете дату. Например, пообщались вы с первым человеком, вот у нас Петров сосед снизу, и он отказался. Указываем дату, сегодняшнее число, 24 июня. Ну да, мы поняли. Не помню, какое число. И пишем, что отказался или подумает и так далее. Через год мы связываемся снова... Нет, это долго. Буквально через 3-4 месяца. То есть повторное обращение должно быть не слишком большое. То есть это очень важно, ребята. Потому что, да, за год много воды утекает. То есть вы должны в течение года 2-3 раза напоминать себе человеку. Может быть так мимо? Привет, а я в Турцию лечу. Через какое-то время мы снова связываемся с человеком, допустим, там через 3-4 месяца, хорошо, не через год, и спрашиваем человека. Петров, а что у тебя произошло за эти 3 месяца? Где ты побывал? Увеличилась ли у тебя зарплата? Сколько времени проводишь на работе? Был ли в отпуске? И так далее. То есть и опять же приводите свои результаты за те же самые 3 месяца. Да, а за 3 месяца вы должны выйти на новый результат. Да, особенно если вы выходите на новый результат, то при сравнении человек человека еще больше это цепляет и интересует, что я за 3 месяца даже в отпуск не успел сходить, там, в выходной и то не отпустили, было такое. А там Лиля уже в Египет успела слетать от компании в Крым. совершенно бесплатно. И все, его цепляет данное вот сравнение. За то же самое время оба человека вроде одинаковых, друга, но результаты совершенно разные. Вот, вчера был очень хороший вопрос, в чате писала Светлана Гагарина, а что делать, если я не знаю контактного телефона человека? Что, что-то ярко сделал так? Что делать, если не знаю контактного телефона? Первый вариант тот, который Миша рассказал, да, синхронизировать как бы телефон. Нет, нет, во многих соцсетях люди еще не все ставят свои контактные телефоны. Ну да. Допустим, у кого-то в контакте будет указан телефон, он, соответственно, будет синхронизирован. У кого нет контактного телефона, он, соответственно, синхронизирован не будет. Поэтому общаемся с такими людьми уже через соцсети. Это позже расскажем. Вот. Какие ошибки допускают новички зачастую? Написав список знакомых, пытаются при общении со своими знакомыми быстренько все рассказать сами. То есть, да, рассказать, о, какой классный бизнес, идем со мной, я уже начала, давай, давай вместе. И, как обычно, да, как правило, люди сливаются, очень редко бывает, что, мешает, что они говорят да. То есть, обычно они говорят, о, давай я подумаю или мне сейчас некогда, давай в другой раз расскажешь. Выйдешь на директора, я тогда присоединюсь. Да, или давай ты, когда станешь зарабатывать там 100 тысяч, я к тебе присоединюсь. То есть, это ошибка номер один. Никогда, ни в коем случае, вы сами, своему кругу знакомых не рассказывайте о бизнесе. Ребят, это закон сетевого маркетинга. Если хотите стать успешными, то выполняйте правила, элементарное. Кто это правило принимает? Поставьте плюсики. Особенно никогда не используйте такую фразу в двух словах. Расскажу в двух словах. Как вы расскажете маркетинг-план компании, всю ту информацию, которую мы рассказываем на презентации, в двух словах. В двух словах вы можете просто испугать человека, оттолкнуть его. поэтому не ведитесь никогда на предложение уговорки человека расскажи в двух словах, иначе не пойду. Ну, значит, не пойдешь, твои проблемы. Я вчера, как раз, по-моему, вчера мы рассказывали на семинаре прикол, вот мы сейчас с Крыма вернулись, и там была девушка одна представлена, Татьяна, старший менеджер, и она рассказывала, как она попала в проект, то есть, она увидела у своей знакомой, старой, что она занимается чем-то интересненьким в интернете. Ну, увидела, что это Арифлейм, все такое, и спрашивала ее, расскажи поподробнее, что ты там делаешь. На что ей Аня пишет, извини, сейчас мне некогда, давай как-нибудь потом. То есть, да, она как бы ее не то, что уговаривать начала, или быстрее кинулась ей объяснять, она ей сказала, я сейчас занята. Все четко, да, она видит, что человек уважает себя в свое время, не кидается сразу отшила, так сказать. Так вот, эта Таня сама за ней бегала, сама нашла, где заполнить заявку и ждала два дня, пока на нее обратят внимание. Своего рода уже фильтр идет на активных людей. Мы не говорим, что сейчас всех нужно отшивать, брить, и просто динамить. Нет, просто вот такой вот случай произошел, и показал, что девушка очень активна. Да, просто соблюдайте правила, не рассказывайте сами. И вот вторая ошибка, что новичок не приглашает на встречу к спонсору или на презентацию, то есть пытается как-то сам или написать, или какие-то ролики скинуть. Ребят, неэффективно. Самый мощный эффект мы получаем при общении со знакомыми, если вы знакомите со спонсором или приглашаете на презентацию, которая буквально вот сейчас только была, и ваш гость слушает сам все, сам задает вопросы, сам своими глазами видит все, то есть здесь подключается и контакт налаживается, и идет визуализация, да, он видит спикеры, он видит слайды, он слышит голос, он видит, что спрашивают другие люди, то есть, да, идет как бы общение, и тогда человек принимает для себя действительно верное решение. У нас нет задачи всех записать, понимаете, нам нужно выбрать из списка тех людей, которые нужны, кто пойдет с нами до конца, кто будет с нами строить бизнес, кто будет с нами ездить отдыхать на конференции, зарабатывать, вот такие люди нам нужны. Третья ошибка, если вы давно не общались с человеком, например, да, много лет у вас интервал есть какой-то, и вдруг вы его находите, и сразу ему пишите, о, привет, пошли ко мне в проект работать, или я занимаюсь интересным бизнесом, давай возьму тебя к себе. То есть, если большой перерыв в общении, то сначала вы должны восстановить отношения, то есть, наладить контакт. Буквально вчера у меня такой случай был, когда ко мне сама добавилась девушка, моя одноклассница, с которой мы не общались давно, с 11 класса, даже не, уже до 13 лет мы с ней не виделись, не общались вообще. Она добавилась, пообщались немного, ни слова вообще о работе я ей не сказал. Пообщались, узнал, где живет, как семья, как дети, потом она сама пишет, расскажи, чем ты занимаешься, меня заинтересовало, фотографии прикольные, шикарные, налюбоваться не могу, я тоже так хочу. Все, даже о работе я не говорил ничего, за нас это делает наша страничка, о которой мы говорили в самом начале. Итак, второй шаг, что вы делаете? Находите своих знакомых из списка в соцсетях, то есть вы их роете, да? Сразу скажу, вот по первым пунктам. Перебивает постоянно. Да. Как легче найти знакомых в соцсетях? Укажите места, где вы работали, где вы учились в школе, где вы в универе учились, и соцсети сами вам предложат возможных друзей, и вам останется только пробежаться по списку, и порой вы будете даже не смотря, знаете вы, не знаете, может быть за 20 лет человек изменился, вы его забыли, просто добавляйте всех подряд в друзья уже из тех знакомых, которые предложат вам соцсети, с которыми вы учились, в параллельных классах, в один год выпустились и так далее. Классно. Ребят, записывайте все рекомендации ценные, следующее, находите знакомых, смотрите их фотки, ставите лайки и пишите им комплимент, то есть пишите, ой, привет, Маша, сто лет не видел тебя, как ты шикарно выглядишь, или какая-то стала роскошна, или боже, какие-то шикарные дети уже, у тебя уже потрясающая семья, то есть вы делаете какой-то комплимент, и пишите, можно посетовать, что вы давно не общались, то здесь вы импровизируете и начинаете расспрашивать, как живешь, чем занимаешься, что у тебя за эти годы произошло. Нам важно восстановить общение с человеком, а в дальнейшем по работе уже все само сложится. Да, то есть если ваша страничка интересная, вы выкладываете там фотки, и иногда проскальзывает что-то о бизнесе, о работе, то люди сами спросят, чем ты занимаешься. Вот как Миша рассказал историю, у меня вот таких случаев очень много, в соцсетях постоянно знакомые находятся какие-то, или кто давно висит в друзьях, они наблюдают, наблюдают, а потом раз так, Лиль, ну расскажи уже, как вот к тебе присоединиться, с чего начать. Чем больше друзей у вас на ваших соцсетях, чем активнее вы развиваете свой личный бренд, тем больше будет поток людей таких вот. Вот смотрите, если вы в разговоре, в процессе переписки или в разговоре чувствуете, что надо человеку сказать, не надо ждать, он может быть сам вам говорит, слушай, у меня все плохо, денег нет, я попал под сокращение, сейчас активно ищу работу, то в этом случае, ребят, надо сказать, контрольную выставку, обязательно сказать, слушай, у меня есть, что тебе предложить, но не рассказывать о бизнесе, вы человека приглашаете на встречу к спонсору, на скайп-встречу, у нас, кстати, со следующей недели будут по расписанию идти скайп-собеседования, то есть, вы можете на это время приглашать любому из спикеров в скайпе своего гостя или на презентацию, мы презентации каждый день проводим, вы можете или туда, или туда выбрать, куда позвать человека. Также не рекомендую при общении с друзьями, со знакомыми, с которыми вы раньше знали друг друга, но не общались, просто восстанавливайте контакт, не использовать шаблоны, шаблоны переписок ни в коем случае не использовать. Вам приятно будет общаться с человеком, которого вы не видели 5-10 лет, и он вам отвечает там шаблонами, да, если еще и хорошо, если там женский род на мужской изменили, бывает, что не изменили, да, это сухое общение, ни к чему хорошему оно не приведет. Ребят, на этом этапе все понятно, поставьте пятерочки, заодно проверим, кто нас слушает, давайте все-все-все прям перекличка, перекличка, 17 пятерочек должно у нас появиться. По порядку рассчитайся, или 18? 18. Так, понесла, отлично, молодцы. Ребята, рекомендации классные, да, только успевайте записывать. И рекомендуем вам приглашать друзей, своих знакомых, родственников на ноль информации. У людей уже сложился такой стереотип, что Арифлейм это беготня с каталогами, что необходимо продавать, реализовывать и втюхивать. Я не знаю, какие там еще слова можно подобрать, но у них будет полный список вот этих вот негативных всех слов. Поэтому приглашаем на ноль информацию. Мы приглашаем людей в бизнес. Никаких, никакой беготни, то есть в данном случае Арифлейм перед ними открывается совершенно с новой стороны. Если вы пока еще не директор старше золотой или выше, вы не сможете своему знакомому рассказать подробно, как полагается провести презентацию и зарегистрировать его. В данном случае за вас сделает это ваш спонсор, наставник или просто лидер из проекта. Да, ваша задача будет только сидеть и слушать, что говорит спонсор и мотать на ус. Вот. Классно. То есть первое правило ноль информации. Далее. Вы вот этот текст можете прям себе сейчас застенографировать или скрипты сделать, скрины сделать. Вот. Что мы говорим или пишем? Да, мы пишем маленькими предложениями. То есть да, привет, слушай, я тебе по делу звоню или пишу. У тебя есть минутка? То есть в этом случае мы обозначиваем интервал коротенький, то есть мы звоним по делу и мы не будем болтать, потому что зачастую вот этот обзвон списка знакомых сводится к тому, что начинается болтовня, общение не по делу. И вот эти полчаса или час, которые вы выделяете на обзвон списка, на один звонок у вас должен уходить где-то 2-3 минутки максимум. Максимум. Вообще я обычно укладываюсь в одну-две минуты. Вот смотрите, обычно это уходит на один разговор 30 минут. Это запрещено. четко, привет, у тебя есть минутка? Я по делу звоню или я по делу пишу. Ну и опять же, спрашивая, у тебя есть минутка, мы интересуемся, не занят ли человек. Например, находится он где-нибудь там на собеседовании, на совещании, за рулем, в туалете и так далее. А тут вы ему звоните своим звонком и предложением о работе. Поэтому сначала спросите, есть ли минутка, удобно ли ему говорить. Если нет, то спрашивайте, когда можно перезвонить. Если да, то ему сразу говорим уже следующую фразу. Если человек говорит да, то мы его спрашиваем, скажи, тебе нужны деньги? Интересен дополнительный доход? То есть, вот эту фразу, да, вот прям четко, должны ее кратко и четко, тебе нужны деньги. Рекомендуем вот прям заучить вот эти все фразы, чтобы они у вас отлетали от зубов, чтобы вся инициатива разговора исходила только от вас. Стоит вам замолчать на секунду-две, инициативу перехватывает ваш собеседник, все, ваше приглашение на презентацию провалилось. Если человек говорит да, конечно, а что нужно делать, давай рассказывай, то, ребят, ни в коем случае не ведемся. Мы что говорим? Отлично, тогда я приглашаю тебя и здесь вот смотрите по ситуации. то есть у нас сейчас презентации проходят в 14 часов каждый день и будут скайп-встречи, то есть вы будете иметь уже с понедельника расписание скайп-встреч, в какое-то время, они будут там с интервалом в 2-3 часа проходить, они коротенькие, буквально на 15 минут эти скайп-собеседования. Их цель будет тоже перевести людей на презентацию или дать посмотреть в записи презентацию. Но ваша задача не на запись человека ориентировать, а именно на горячую встречу, чтобы он познакомился с лидером, со спикером. Понятно, да, поставьте плюсики? Запись даем уже в крайнем случае, если, например, у человека плохой интернет, если у человека большая разница во времени, если он живет где-нибудь там на Дальнем Востоке или на другом, другой половине земного шара. На другой планете. Да, на другой половине, то отправляем ему запись. Вот, смотрите, мы говорим, отлично, я приглашаю тебя и по ситуации, да, вы смотрите, если уже сейчас презентация будет через час, через полчаса или там, ну, через два часа, то есть это недолго, на презентацию в интернете тебе когда удобно? Она проходит в 14 часов, тебе удобно сегодня или завтра? Лучше, да, горяченького человека, то есть он хочет, он сейчас пока готов, ему интересно, лучше сегодня. То есть или мы говорим в 14 сегодня или завтра? Человек выбирает, например, он говорит, ну, давай сегодня я могу. Вы говорите, отлично, окей, да, куда тебе выслать ссылку для входа? То есть ты просто перейдешь по ссылке, тебя не будет не видно, не слышно, ты сможешь задавать вопросы в чате, да, то, что тебе будет непонятно. А я тебе вышлю эту ссылку за 15 минут до начала. Ребята, обратите внимание, вот эта вот фраза за 15 минут до начала и позвоню, напомню. Важно с человеком потренироваться или просто зайти в вебинарную комнату заранее. Не в 15.00 или в 14.00 во время начала презентации, а заранее. Узнать первоначального человека, будет заходить он с компьютера или с телефона. Если с телефона, то сначала с ним устанавливаем программу ПАФИН. Также ролик у всех имеется. установили, зашли, проверили, все отлично, зашел, получилось, значит, через несколько минут уже начинается презентация. Не получилось, и если у вас лично не получается, то у вас есть еще время для того, чтобы связаться с кем-то из лидеров, из наставников, для того, чтобы попросить помощи. Вот смотрите, вот это за 15 минут до начала скину ссылку и позвоню, напомню. То есть вы берете на себя ответственность. Вы звоните, напоминайте, человек уже знает, что вы позвоните. Не забудь. Далее смотрите, вот прям читайте по тексту, но презентация тебя не видно, не слышно, в чате можешь писать, задавай себе вопросы, а после презентации я позвоню тебе. Ребят, тоже вы делаете на этом ударение, потому что, когда люди говорят, ну потом созвонимся, это ни о чем, то есть это, как знаете, пустое слово, созвонимся, это неопределенно, это непонятно, когда вы должны четко взять ответственность за звонок на себя. После презентации я позвоню тебе и обсудим детали. До связи. Ваша задача теперь, вот этот текст, потренироваться на ком-то или на близких, на своих, на мужа, на маме, на ребенке, на подушке, перед зеркалом, позвоните спонсору. То есть вот эти несколько фраз, коротеньких, вы просто проговариваете, берете расписание, то есть пока у нас в 14 часов, да, каждый день презентации проходит, ну кроме выходных. А скайп с собеседниками уже с понедельника будут идти. То есть вы пока тренируетесь, и чтобы у вас перед глазками было время, куда вы человека приглашаете. Смотрите, что еще важно, сейчас, подожди, я вспомнила. Вот здесь вот, когда мы делаем предложение, внизу, когда тебе удобно, в 14 или в 20? В понедельник или во вторник? Сегодня или завтра? То есть мы всегда человеку предлагаем выбор, без выбора. То есть это называется вилка такая, да? Выбор без выбора. То есть мы даем человеку те варианты, которые нам удобны, но выбирает он. То есть человек чувствует себя в это время, главным, то, что его не давят, не навязывают. Потому что если вы ему говорите четко, так, тогда сегодня в 14, он говорит, а я не могу сегодня. А когда ты моешь? Он, я не знаю, может быть на следующей неделе. И начинается какое-то вата, да, катать туда-сюда, непонятно, как определиться со временем. Поэтому всегда два варианта. Тебе когда удобно? В начале недели или в конце, ближе к выходным? Тебе говорит, да, ближе к выходным, наверное, пятница, суббота. Отлично, в пятницу тебе удобно, в 14 часов, или в первой половине дня, или во второй. Человек говорит, ой, давай лучше после работы, вот я там заканчиваюсь в 5, в 6 я дома, и после этого могу пообщаться. Вы смотрите расписание скайп-стреч, и говорит, тебе удобно в 7 или в 9? Все. Понятно, как подводить человека к времени, которое вам удобно, но чтобы выбирал он. Поставьте пятерочки, кто понял. Выбор без выбора, запомните. Дорогой, на мой день рождения мы куда поедем? В Париж или в Швецию? Ребенок обычно говорит, мама, а ты мне что на день рождения подаришь, велосипед или Диснейленд, или собаку? Да, мама такая, а-а-а! То есть, да, вы уже не говорите, что я что-то там сама тебе предложу. Нет, мама начинает выбирать только не собаку. Хорошо, хорошо, велосипед, ребенок, ес, у меня будет велосипед. А так, мама хотела обойтись тортиком, да, ничего не выйдет. То есть, выбор без выбора, это должно быть ваш, как вы знаете, привычным, выработанным таким делом. Дорогой, это не кольцо с бриллиантом подальше, или целый набор? Или листай дальше. Если человеку время неудобно, вообще, ну никак, вы не можете его вытащить на какое-то время, в этом случае, да, обязательно, или скайп, если скайпа нет, то давайте телефон менеджеру, то есть телефон контактный, ты говоришь, окей, я тогда познакомлю тебя с моей знакомой, её зовут так-то, так-то, я ей дам твой номер, потому что она очень занятой человек, и скажу ей, когда тебе удобнее позвонить, скажи, я ей скажу, она тебе в это время позвонит. Сейчас что-то листается не так. Вернула слайд. Сокрежно. То есть, ещё раз, если человек говорит, мне неудобно, никакое время, вы ему говорите, окей, скайп есть, он говорит, нет, установить не могу, окей, давай поступим таким образом, я твой номер телефона, да, передам, да, вот этому, своей знакомой, которая меня пригласила в этот бизнес, она сама тебе обо всём расскажет, в какое время тебе удобно будет говорить, скажи мне, я ей передам, потому что она очень занятой человек, и, например, вам говорят, я могу после шести, окей, всё, тебе позвонит Лилия Донскова, после шести часов сегодня, жди звонка, и всё, ребят, то есть, берёте контактный телефон, звоните своему менеджеру или директору, говорите, вот моя знакомая, её зовут Маша, она ждёт вашего звонка после шести часов сегодня, и спонсор сам выберет время, позвонит и всё скажет, то есть, у нас менеджеры уже все говорить умеют, спокойненько могут всё рассказать. Ваша задача, главное, не проболтаться, ни слова про Арифлейм, ребят, не потому что, да, мы боимся этого, мы-то, наоборот, не боимся, с гордостью говорим про Арифлейм, но пока у вас, да, как у новичков, нет такой стопудовой уверенности, и гарантии, что вы ответите на все вопросы, если вам начнут говорить, ой, да хватит что ли, да я там была, да у меня там были все, ничего, и бегали, продавали, ничего не заработали, ребят, вы просто не сможете ответить, справиться с каким-то из возражений, и человек сорвётся, понимаете, вы не сможете, просто у вас не будет шанса показать человеку размах, да, вот эту глобальность бизнеса, а для нас это важно, потому что если человек поймёт суть, то он будет с вами работать, если суть не поймёт, то он уйдёт. Сразу после презентации, как человек у нас поприсутствовал на презентации, прослушал её, мы созваниваемся с человеком и задаём ему вопрос, что ты об этом думаешь, или какое твоё решение, у тебя наверняка есть куча вопросов, если человек не успел задать, или вопросы у него возникли уже после презентации, обычно всегда спикеры на презентации спрашивают, какие вопросы у кого возникли, если он в какой-либо причине затупил, или пришёл к нему позже, постеснялся, да, очень часто такое бывает, обязательно спрашивайте, какие возникли вопросы после презентации, на которые вы уже с ним пообщаетесь и ответите. Вот ещё смотрите, есть такое понятие, как непредвзятость. Бывает, что человек слушает презентацию, например, да, мы же не знаем, сидит ли он вот так вот прямо перед экраном и всё там себе записывает, конспектирует, мы же не знаем. Он может быть на самом интересном месте, к нему кто-то позвонил в домофон, он буквально на пять минут отошёл, к нему зашла соседка, там, они поболтали, он дал ей кусочек хлеба, вернулся к монитору и пропустил самое главное, и не понял вообще, в чём дело. У нас такая ситуация была, рассказывала Джамиля Горбатка, она когда послушала презентацию, она такая встала, говорит, фу, рефлейм, пошла такая, муж говорит, что было, рассказывай, что слушала. Она такая, да, рефлейм, он такой, сетевой маркетинг, она говорит, угу, иди пробуй, в сетевом маркетинге деньги есть. Она говорит, да, он говорит, иди, иди, пробуй. В интернете работают? Пробуй. Вы знаете, она сказала, что если бы не муж, то она бы, скорее всего, не пошла. То есть ей повезло, что рядом оказался человек, который был в курсе, что сетевой маркетинг – это круто. В результате Джамиля за один год стала старшим золотым директором и сейчас зарабатывает больше ста тысяч ежемесячно. И муж уже с ней работает. Понимаете? То есть ваша задача сказать человеку, подади, не торопись отказываться, посмотри на это предложение непредвзято. Я тебе сейчас пришлю видео. То есть у вас должны быть ролики, они у нас на сайте загружены в разделе, не помню, как называется, видео. Полезное видео, по-моему. То есть там примеры разных людей, коротенькие ролики разных мощных результатов. Там и девочка из ДЦП, которой Маша Зенина. Там и лидеры такие вот быстро растущие, сама Джамиля Горбатка. То есть вы можете подобрать под человека ролик, то есть вы их сами пересмотрите и смотрите. Если это учительница, дайте ролик с учительницей. Если человек там бухгалтер, дайте бухгалтеру. Молодой человек, дайте молодого. Старый, дайте старого. Ну то есть подберите соответствующий пример, соответствующий пример, потому что человек увидит, этот такой же и я такой же, значит у меня получится. Да, чувствуете? Тын-тын-тын, все. Ну да, уже давать людям пенсионного возраста презентации. Студентов там, да, таких вот, энергайзеров. Будет как-то некорректно. Ну и наоборот, конечно же. Ну да, если школьнице вы дадите запись пенсионерке, то она скажет, что за фигня, буду пенсионеркой, пойду в этот рефлей. Что главное, ребят, вы должны быть позитивны. Это не зависит от того, согласится человек ваш или нет. Просто его благодарите. Говорите, супер, спасибо, что дала возможность познакомить тебя с этим мощным, удивительным бизнесом. А я здесь планирую развиваться, у меня здесь огромные планы. И ты знаешь, что в любой момент ты можешь обратиться ко мне, если ты надумаешь, если у тебя что-то там в голове-то возникнет, в сердце кольнёт. Я всегда открыта к общению. Мы с тобой можем всегда начать с чистого листа. И тут же просите рекомендации. Я знаю, что у тебя много знакомых. Может быть, кто-то из твоих знакомых ищет возможность заработка или подработки. Может быть, у тебя есть люди, которые в декрете сидят, или с физическими какими-то там... Люди, которым нужны деньги, или их сократили. Я буду благодарна тебе, если ты мне порекомендуешь кого-то из своего круга. Это самое крутое, ребят. Просите рекомендации. То есть знакомые наших знакомых никогда не закончатся. И, конечно же, мы вам рекомендуем сделать такие штучки. То есть, если это будет личное общение, такие визиточки. Маленькие, хорошенькие. Мы сейчас ими активно пользуемся. Макет дадим, если есть желание. Мы с саратовской командой уже скоперировались. У нас уже несколько человек дали запрос на то, чтобы себе заказать визитки. Работайте с визитками. Во-первых, это сразу респектабельно. Есть визитка, значит, это солидно. Во-вторых, у человека останется контакт. Он ее положит в кошелечек, и у него будет всегда контакт. Как вас найти? Или вы даете, говорите, передайте своему знакомому, пусть позвонит. Даже если вы визитку отдаете в другом месте в каком-либо, не по работе общались, и человек видит у вас в визитке, даем работу. Соответственно, возникает большое количество вопросов. Что за работа? Расскажи мне, сколько зарабатывают и так далее. То есть, еще дополнительный человек на презентацию. Вот, ребят, мы ждем от вас вопросов. Напишите в чате, что для вас сегодня было полезное, что вы особенно классно усвоили, для себя взяли, уже рассмотрели. Еще раз напоминаю статистику, что если вы работаете со списком знакомых, то из 10 людей у вас будет один директор, а из 100 человек по холодному рынку у вас будет тоже один директор. То есть, выбирайте, как вам выгодно работать с людьми. Да, я сама... Что-то Миша тут меня хулиганит. Выбирайте, с кем вам работать выгоднее, со знакомыми или нет. Мы, конечно, рекомендуем сейчас активно добывать номера людей. И сейчас вот после семинара «Лето, море, Арифлэйм 2016» мы просто с полной уверенностью рассказываем вам, пересказываем вам, вы, возможно, уже сами увидели это на семинарах, как выступали бриллиантовые директора. И все они в один голос говорят, что необходимо строить структуру со знакомыми. Все инструменты, которые в интернете, сейчас для работы в интернете с соцсетями, с досками объявлений и так далее, это временные инструменты. Завтра у вас отключили свет, послезавтра интернет, на следующий день вы переехали и еще что случилось. А знакомые всегда у нас останутся. Очень интересно, как сравнил Антон Долженко с таким моментом «Чай пили», встречались с друзьями как и в средневековые времена и еще раньше. Сейчас «Чай пьют» и через сто лет также будут люди встречаться, друзья общаться и пить чай. То есть, независимо от того, что у вас происходит, насколько активно движется прогресс, какие новые инструменты у нас появляются, общение с друзьями, приглашение друзей, знакомых в бизнес всегда должно быть в приоритете. Вот вижу вопрос, Светланка не совсем поняла, как добывать номера телефонов. Первый вариант – это синхронизация, про которую Миша рассказал. Это понятно? Поставьте единичку. То есть, синхронизировать. Второй вариант – это просто ищешь в соцсетях в разных этого человека. Пробуешь его пробивать по фамилии, по имени, по возрасту. Он, может быть, переехал куда-то, но пробуешь его пробивать по этим данным. Что значит добывать номера телефонов? Свет, ты берешь свой телефон, переписываешь список контактов, которые у тебя имеются в телефоне. И, соответственно, заполняешь табличку, откуда человека данного знаешь и составляешь список. Я уверен, что у каждого человека в списке контактов в телефоне больше 100 человек. Это, опять же, друзья, родственники, знакомые, люди, с которыми вы где-то пересекались. Также можно им позвонить, нужно, и дать о себе знать. И так далее. И, соответственно, можно пробежаться опять по своим социальным сетям. Если у человека нет телефона не указан в социальной сети, то вы уже связываете с ним посредством данной социальной сети. Просто открываете список друзей и по алфавиту подряд начинаете всех переписывать или всем сразу сообщать. Да, и Свет правильно поняла, что надо приглашать на презентацию, чтобы люди вживую слушали, задавали вопросы и общались. Вот у нас сейчас в комнате присутствуют два человека, Алена Гришина и Наталья Азирная. Может быть, неправильное одарение ставлю, прошу прощения. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня слушали презентацию живую. Какое у вас впечатление, насколько презентация вам раскрыла суть бизнеса? Чувствовали ли вы, что здесь действительно есть деньги, что здесь все прозрачно, четко, есть готовые инструкции, что вас здесь научат, что вас не бросят? Напишите просто да или нет, если с интернетом не знаком. Свет, опять, если с интернетом не знаком, как вы с ним общаетесь? Если вы с ним общаетесь с интернетом, то, соответственно, точнее, в интернете, в соцсетях, соответственно, вы помогаете просто человеку зайти в вебинарную комнату, правильно скопировать ссылку с запятой, с цифрами после нее и так далее. Если с человеком вы общаетесь по телефону и у человека нет интернета, Ну, я не знаю, хотя есть еще, можно найти таких людей, у которых нет, например, телефона хорошего, нет интернета и так далее Просто с этим человеком мы связываемся, точнее номер телефона данного человека передаем нашему менеджеру, лидеру, наставнику и так далее И предупреждаем сразу человека, что с вами свяжется наш менеджер По телефону прям свяжется И пообщается с вами Дальше уже будет интересно, как сопровождать человека, Свет Смотри, мы же предлагаем всегда два варианта, вы будете работать в интернете или в реале Если человек говорит, я с интернетом вообще никак, то он может также составить список знакомых И по этой же схеме приглашать своих знакомых уже на тебя, понимаешь? На своего менеджера Ты его можешь обучать так же, независимо от интернета Ты его должна научить пользоваться продукцией, как сделать заказ То есть 3П Ты его должна научить, да, какие книги почитать, что посмотреть Ты можешь ему кассеты переслать Как нас Оля Мальцева пересылала на Камчатку Для Маши Ган диски записывала, потому что у нее интернет не тянет видео даже с Ютуба Она записывала диски и отправляла туда целую пачку дисков разных обучающих Ну и соответственно, как только что мы с вами поговорили, что интернет инструменты это все временно, а знакомые вечно И то же самое сейчас с теми людьми, которые у нас с интернетом еще на вы или вообще не знакомы Со знакомыми они работать смогут Вот, по поводу самой знать презентацию Вот есть книга «10 уроков на салфетках» Вот я сейчас ее как раз перечитываю На ней же вот в самом начале прямо написано В самых вот первых строчках Что вы должны знать презентацию Естественно, вы должны уметь даже на салфетках, на любой бумажечке Нарисовать вот этот суть, схему бизнеса, донести до человека Я, вы знаете, мы когда были в Крыму Я спросила Артема, скажи фамилию Гифнидер Гифнидер, это старшие бриллиантовые директора Юлия и Артема Он нам на очках, на телефонах На сахарнице, на перечнице он нам объяснил, как этот бизнес, как он объясняет бизнес просто так Без бумаги, без всего, просто на предметах, на чашке Представляете, это ты, да, ты пригласил подругу и так далее Понятно? И понеслось Качественную, Света, ну что такое качественную? Понимаешь, все в этом мире относительно Ты одну презентацию послушала, говоришь, ну ничего не понятно А другой эту же презентацию послушает, скажет, вау, как круто Ты должна суть объяснять, да, последовательно, качественно, да, подвести человеку, чтобы он понял, что такое сетевой маркетинг Это мы объясняем на каждой презентации И новичков мы этому тоже учим Да, кто идет выше, поднимается, ребят, вы все проводите презентацию, вы все ее знаете И она не отличается, то ли вы со слайдами сидите в комнате, то ли вы будете рисовать эти же кружочки на бумаге Или ставить чашечку и говорить, вот это ты, да, вот этот розовый человечек Это ты пригласишь пять друзей, они тоже сделают то же самое Научатся, их друзья пригласят тоже по пять И у тебя получится огромная команда Все пользуются продукцией, учатся, приглашают новых людей И организуются огромные гигантские товарооборота А со знакомыми-то еще и проще это все объяснить, правильно? Ребят, еще есть вопросы? Долженок А что ты не отошла? Что тебя там шокировало? Мне прям интересно Позвони мне вечером, поговорим Ребят, ну что, давайте закругляться Мы вам благодарны за внимание И желаем вам, чтобы вот эта информация, которую вы сегодня получили Чтобы она не легла, да, где-то на полочку, как книжка и пылилась Чтобы вы ее тут же, прямо сегодня начали применять Потому что именно это даст вам мощный поток людей И, соответственно, доход, увеличение дохода До встречи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok